Стипендия имени Жареса Алферова присуждается выдающимся молодым ученым в области физики и нанотехнологий. Соискателям необходимо не только быть участниками исследований, но и иметь научную публикацию, отражающую их деятельность во всероссийских и международных изданиях. Накануне приказ о назначении персональных стипендий подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. В десятку победителей вошел Булат Галимзианов, представитель Казанского федерального университета. Я благодарен всем нашим сотрудникам, которые у нас на кафедре работают, так как каждый сотрудник помогал, подсказывал. Одного сотрудника я научился, коллеге научился одному, делал другому, другому и так далее. То есть мы команда, и благодаря такой команде слаженной мы достигаем таких результатов. Отчасти победа в этом конкурсе тоже является большей частью даже засугой нашего коллектива, а не только моего. Стипендия имени Жареса Алферова выплачивается ежемесячно на протяжении года. Ее размер составляет 20 тысяч рублей. Это своего рода поощрение и инструмент для дополнительной мотивации талантливых ученых. В своей заявке Булат приложил научные работы, связанные с изучением пористых материалов. В будущем оно может помочь, к примеру, в создании медицинских имплантов. На настоящее время у нас достаточно много интересных проектов, задач, которые мы сейчас решаем. Одно направление – это как раз пористые материалы, которые мы сейчас продолжаем исследовать. Второе направление – это тонкие пленки, это газовые гидраты. У нас на кафедре тоже есть сотрудник, который все это исследует. Тоже там принимаем участие. Это исследование связано с формированием полостей, то есть как трещины образуются, нанотрещины, как они развиваются, каких предсказов, как их залищивать. Все эти моменты мы исследуем сейчас. Много-много таких направлений, где мы ведем исследование. В ближайший год на кафедре намечен большой объем работы. Однако это нисколько не пугает ученого. Наука – его страсть. В команде Булат выполняет разные функции. В основном занимается разработкой компьютерных программ для теоретического моделирования. Вот и в ближайшее время ученые планируют продолжить свои исследования, используя этот метод. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.